семейство, которое приехало к нам из города Минск. Это пасторское семейство тоже. Валерий и Наталья Шейбак. И, вы знаете, я был очень впечатлен этим семейным семинаром. И я могу так сказать о том, что меня больше всего умилило, это то, что сама семья, ну, очень гармоничная, вы знаете, но оба посвященные. И просто вот это, знаете, благодать семейной гармонии, которая царит только во Христе Иисусе, потому что Он нам показал такой достойный пример, да, все прощения, милости Божией, да, вот когда мы покрываем друг друга, это только благодаря Иисусу Христу. Я тоже вчера засвидетельствовал о том, что я был на многих семинарах, потому что мое базисное образование психиатр, психотерапевт, я посетил уйму различных психотренингов. И вы знаете, ну, самых крутых, самых таких дорогих, каких-то невероятных. Но когда я вникал в жизнь тех, кто проводит эти семинары, ну, потому что они были и в мире, и светские психологи их проводили, я видел, что чаще всего проводят эти семинары люди с разрушенными судьбами, может быть, несколько раз разведенные, у которых в личной жизни вообще ничего не устроено. И вот они учат и что-то пытаются дать, я могу засвидетельствовать, что просто когда кто-то учит, да, особенно, ну, если там семейный консультант, учит семейную гармонию, а у самого семейная жизнь вообще никакая, да, ну, это просто, это такой обман, и это такая ложь. Я бы так сказал, так сказать, да, что, чего я сегодня не рекомендовал бы, да, вот, ну, в мире говорят, в этой жизни очень важно найти себе, что, хорошего юриста, хорошего личного врача и хорошего личного священника. Я вот просто вот, я бы кому бы не пошел, вот я бы не пошел к врачу, который имеет инвалидность второй или третий группы, ну, во-первых, я не говорю, потому что это без права работать вообще, да, ну, просто, это вот мой принцип, потому что Иисус говорит, если ты врач, исцели себя самого, да, если ты сам болеешь из себя, не можешь вылечить, то ты не врач, я вот к такому врачу не пойду. Я не пойду к юристу, к юристу, который повязан криминальными структурами и сам имеет криминальное прошлое и настоящее, не пойду. Ну, вот просто, ну, на самом деле, это мой принцип. И куда я не пойду? Я не пойду в церковь, где пастор, который стоит во главе церкви, просто погряз в своих собственных пороках. Я хочу сказать, потому что это уже не церковь, это вертеп, потому что если пастор такой, то и вся церковь, ну, церковь через какое-то время будет такой же порочной. Ну, просто поверьте, вот, опыту, потому что в своей жизни я повидал. Ну, кому я пойду, да, вот, ну, просто на самом деле, и я не пойду, конечно, к семейному консультанту, у которого в своей семейной жизни не устроена и абсолютно исковерканная, искалеченная душа. Вот к такому консультанту я не пойду, потому что это абсурд, это безумие. И вот к кому я пойду, да, вот, на самом деле, я пойду к врачу, который пышет здоровьем, да, который сам, ну, просто ведет здоровый образ жизни, да, я пойду к юристу, который, вот, как здесь, вот, я восхищаюсь, потому что это слава нашему Господу, Светлозар Николов, да, вот, ну, кто-то его знает лично. Можно сказать, что он борется с ветременными мельницами, он восстал против криминальных структур, он воюет во имя Иисуса Христа за правду, за справедливость, за истину в Болгарии, чтобы здесь была чистая христианская юриспруденция, чтобы люди искали правду и находили ее, чтобы вот эти банки, на самом деле, реально не грабили людей. Вот к такому юристу я пошел бы. Ну, слава Богу, нас Бог хранит, и нам нет нужды, потому что, да, закон, он создан для нечестивых, да. И я буду ходить в церковь, где пастор ходит непорочными путями. И вот почему я сегодня об этом говорю, потому что вот такая семья приехала, да, вот к нам. Гармоничная, прекрасная, благословенная семья, которая сама излучает Божий мир, Божью гармонию, и она, конечно же, может дать нам, и мы можем это принять от них, потому что они получили это от Господа как личное откровение, и живут так. Вот такие семинары я почитаю, уважаю, да, и я очень рад, что я этот семинар почти прошел, потому что сегодня будет у нас окончание семинара, сегодня у нас будет романтический такой семейный вечер, да, и это будет, я верю в то, что будет прекрасно. Сегодня у нас, кстати, будет венчание. Одна семейная пара захотела, говорит, мы хотим венчаться, потому что вот, ну, просто, ну, кесарю кесарю отдали, а вот Богу Божию не отдали, венчайте нас. И просто это будет сегодня действительно как жемчужина, да, какая-то на этом семинаре, как вишенка на торте. Я приветствую в нашем собрании, я хотел бы сегодня, чтобы Валерий и Наталья вышли вместе, чтобы мы их также просто поприветствовали, просто благословили. Давайте мы поприветствуем благословенную семейную пару. Пастыра, пастырское семейство из города Минск, церковь, семья Божия. Я хотел бы, Наталья, скажи, пожалуйста, слово. Спасибо большое, такое представление, знаете, уже я и дар речи почти потеряла. Спасибо большое. Действительно, очень, ну, честь для нас быть здесь с вами и провести эти семинары, поделиться тем, что Бог вкладывал в нас, и мы в браке 21, 2. Скоро 22 будет, да, 22 года. И, ну, я считаю, что это долгий достаточно путь, это долгосрочные отношения. И не всегда получается у пар вокруг нас строить долгосрочные отношения, потому что именно на семью сейчас огромная атака. И у нас в Беларуси очень много разводов. У нас в Беларуси, по-моему, мы третьи в мире по разводам. И на самом деле это большая проблема. И очень хочется всегда, знаете, что-то сделать для того, чтобы браки, чтобы семьи становились крепче. Я скажу, что вот эти долгосрочные отношения, их построить непросто. Не всегда бывает легко, не всегда бывает, знаете, все вот, ну, само собой разумеется. В отношения нужно вкладывать, инвестировать и время, и силы, и деньги. И вот выделять это время вместе друг с другом проводить. И отдых нужен. Это очень важно, это очень необходимо. И учиться, постоянно что-то узнавать, то, что, может быть, мы пропустили. У нас есть одна пара, которая тоже из Минска, из нашей церкви, которые здесь, они прошли этот семинар в третий раз. И они говорят, что каждый раз это было для нас полезно. Почему? Потому что наши отношения, мы нуждаемся в том, чтобы вкладывать. И мне очень хочется пожелать всем, чтобы мы не пускали в какой-то момент на самотек. Да, вот само собой, как бы, да. Пусть Бог усмотрит, или пусть жена, или муж усмотрит. Нет, от меня зависит, какими будут наши отношения. Не от мужа моего, от меня. А если муж, думаю, точно так же, то действительно отношения будут укрепляться, улучшаться, развиваться. И семьи будут крепкими. И я верю, что именно во Христе, вот в церкви, самые крепкие семьи. Слава Господу. Мне выпала честь сегодня послужить вам проповедью Слова Божьего. И я бы хотел начать проповедь не с того, что я открою Библию и прочитаю вам, а с одного вопроса и с одной песни. Итак, вопрос простой, который задают нам многие люди. Что такое церковь? Что такое церковь? И ответ на него тоже достаточно прост. И в то же время он глубок. Ведь простота не означает отсутствие глубины. А глубина не означает отсутствие ясности. Церковь – это люди, которые последовали за Христом и которые заключили с Богом завет во Христе Иисусе. Что они будут верны Ему на протяжении всей своей жизни. Именно с этого начинается церковь, соследование за Христом. И однажды, когда я читал историю христиан, первых христиан, эта история настолько впечатлила, их подвиг, их подвижничество, то, что они даже до смерти были верны Христу, и родилась песня, которую я вам покажу. Но не ради того, чтобы просто спеть, а ради того, чтобы, может быть, провести нас через снова и снова такой внутренний экзамен собственного посвящения и собственного следования за Христом. Вспомним первых, именами их был, значит, путь. Вспомним первых, что за имя Христа жизнь свою не щадили. Вспомним первых, имена их, имена их как в колокол бьют. Вспомним первых, Вспомним первых, что жизнь за Христа положили. Вспомним первых, Музыка, Вспомним первых, Вспомним первых, Вспомним первых, Что за люди такие в народе кричали Ишь, горит они звука, не издаёт, как сказали зовут христиане Вот это вера, вот это любовь Это было, но что же грядёт впереди Успеваю спастись, но успеть бы спасти Возникнул вопрос, смогу ли я, как они Если с Богом, то да, а куда без Христа Вспомним первых Именами их был начат путь Вспомним первых Что за имя Христа жизнь свою положили Вспомним первых Именами их, как в колокол, бьют Вспомним первых Именами их был начат путь Я коротко помолюсь Господи, Отец Я уважаю Твое присутствие на этом месте В этой церкви, в этом доме Господи, я уважаю Твой труд, Твое действие В жизни каждого из этих драгоценных людей Которых Ты искупил себе Своей святой кровью Я благодарю Тебя, Господь, за каждого Кто сегодня, возможно, здесь впервые Или за каждого человека Который ещё находится в поиске И который ещё только начал путь к Тебе Господь, мы доверяемся действию Твоей благодати И я провозглашаю, Господь, во имя Иисуса Твою любовь и милость Для каждого человека здесь Я провозглашаю Твое Царствие Которое есть праведность, мир и радость Во Святом Духе Утверди это в каждом сердце Господь, даруй нам познать Тебя Господь, даруй нам знать Тебя, Бога Живого Сотворившего всё И даруй нам сегодня, Господь, пред лицом Твоим Здесь, в Твоём присутствии, преображаться В образ Христов Господь, выносить драгоценное Господь из Твоего Слова Даруй нам во имя Иисуса Христа Твою Благодать, необходимую нам для совершения спасения И для совершения нашего служения здесь, на земле Господи также, если кто-то нуждается сегодня в помощи Дух Святой, Ты на этом месте Чтобы дать силу для преодоления Чтобы дать откровение и наставление Для того, чтобы мы могли выйти на тот путь Который является путём Твоим Путём живым, путём благословения Господь, Ты сказал, что я обрадую В моём доме молитвы Господь, пускай после посещения этого места Сегодня этой церкви Место, где Тебе поклоняются Где Тебе служат, где Тебя ищут Где Тебя любят, где Тебя слушают Господь, у нас будет радость Во имя Иисуса Христа И пусть Твоё благословение Будет на жизни каждого человека А Тебе всемогущий Бог, который может сделать И более того, о чём мы просим Да будет вся слава Во имя Отца Сына и Святого Духа Аминь Я проповедую сегодня на тему Почтение в Доме Божьем Давайте мы откроем филиппицам 2 главу С 1 по 3 стих Мы с вами прочитаем Это местописание И мы увидим следующее Итак, если есть какое утешение во Христе Если есть какая отрада любви Если есть какое общение Духа Если есть какое милосердие и сострадательность То дополните мою радость Имейте одни мысли Имейте ту же любовь И будьте единодушны и единомысленны Ничего не делайте по любопрению Или по тщеславию Но по смиренному мудрию Почитайте один другого высшим себя Аминь Это местописание Ясно открывает нам характер взаимоотношений И взаимодействия в Церкви Христовой Здесь ни взять, ни отнять И вот характер этих взаимоотношений Почтение Почтение, скажи почтение Это уважение, почтение Сразу попрошу выдохнуть всех тех Кто почтение ассоциирует с чинопочтанием Можете расслабиться Об этом речи сегодня не пойдет Мы хотим глубже вникнуть в Божье Слово И понять природу этого почтения И начнем вот с чего Бытие, 1 глава, 27 стих Говорит нам о том Что Бог есть Творец Который сотворил все И венцом творения Он создал человека И сотворил Бог человека По образу своему По образу Божьему Сотворил его Мужчину и женщину Сотворил их Бог есть Творец Он создал все И он, именно Бог Является источником жизни Именно он является источником спасения И он является источником Всякого блага Всякого добра Бывает мы приходим к людям Или даже в церковь Ожидая что-то от людей Но Мы ведь не приходим К людям на самом деле Мы приходим к Богу Ожидая от Него Всякий раз Когда ты возложишь Свое упование На человека Ты можешь Разочароваться Всякий раз Когда ты посмотришь На человека Как на источник Твоего благословения Ты можешь разочароваться Всякий раз Когда ты последуешь За человеком Как за источником Твоей судьбы И жизненного пути Ты можешь разочароваться Нам нужно вспомнить Это простое И потрясающее По своей глубине Откровение О том Что Бог Есть Творец В еврейской традиции Каждую субботу Люди напоминают себе О том Что Бог Есть Творец И это не просто Знаете ли Традиция Вот ничего не значащая Когда они садятся За стол Каждую субботу Каждый шаббат Седьмой день Как и христиане Это воскресенье делают Мы вспоминаем о том Что Бог создал весь мир И что Он является Источником всего И к Нему Придут все Абсолютно давая Отчет За то Как Он провел Свою жизнь Что Он создал Бог как Создатель Размышляли ли мы над этим Что это означает И когда мы Просуждаем И углубимся с вами В это Мы увидим Что Бог как Создатель Он создал Что-то чего не было раньше Бог как Создатель Довел до совершенства То что было начато И Бог как Создатель Что-то завершил Аллилуйя Он завершил Он довел Он придал Своему творению Устойчивость Так что Все Продолжает Жить И до сих пор И мы с вами Подобно Богу Творцу Мы его Мы подобие Бога И каждый человек Он является Кем? В некотором смысле Творцом И поэтому Мы задаем себе Вопросы Раз мы подобны Богу Значит Есть что-то Что мы можем Создать Благодаря своей жизни Своему служению Своему жизненному Творчеству В семье нашей То, чего не было раньше Некоторые люди Жалуются На то, чего нет У них чего-то нет Они плачут Они сидят и думают Почему этого нет Благодарю Они думают Почему Правительство Это не создало Почему Пастор Это не создал Почему Муж Этого Не создал Жена Этого Не создала Начальник Жека Не создал Этого Дома управления Почему У меня нет То, что Мне надо И никто Этим Не занялся Потому что Мы с вами Подобные Богу И Это в нашей Власти Создать То Чего Вроде бы Не было Я не говорю о том Что мы уподобляемся Творцу Который может Из ничего Создать что-то Но мы Его подобие И мы Можем Своей энергией Своей Творческой силой Привнести В нашу жизнь То, чего На самом деле Не было Мы слышали сегодня Свидетельство Человек переехал Из места Там, где Все было у него Все создано И нужно было Начинать снова И Бог Благословил И Он Действовал И Он Устраивал И Он Давал мысли Энергию Для того Чтобы на новом месте Там, где Не было ничего Для них Появилось Все Необходимое Для их жизни И их семьи Бог Творец И мы учимся У Него Что еще О чем еще Мы размышляем Учась у Бога Творца Мы рассуждаем О том Что я могу Усовершенствовать Скажи Усовершенствовать Мы видели Многие Супружеские пары Которые пришли На порог Кризиса Потому что Они отказались Усовершенствовать Что-то в своих Отношениях У них Что-то была Какая-то данность Что-то было Что-то есть Что-то хорошо Неплохо работало Когда-то Но оно требует Усовершенствования Достижения Более Скажем Большего Качества Чем было До того И в наших Жизнях Также есть вещи Которые требуют Усовершенствования И если мы Отказываемся Идти По этому пути То здание Нашей жизни Или тех сфер Жизни В которых Мы отказываемся Что-то усовершенствовать Оно приходит Во что? В ветхость В негодность Какую-то То есть Чем неприятно Пользоваться Чем нельзя Пользоваться И в результате Оно ломается Разрушается И мы опять же Ищем А кто виноват Нас же хорошо Наставили в союзе Даже книги писали Один Что делать А второй Кто виноват Искать виноватого Кто же будет виноват Давайте Искать того Как вот Следуя откровению О Боге Который что-то создает Является создателем И творцом Что же мы можем Усовершенствовать В нашей жизни И что требует Усовершенствования Прямо сейчас И это так же И в церкви Аллилуйя И это так же В нашем служении В нашей церковной семье Есть вещи Которые Которые можно Конечно Не обращать внимания Но есть вещи Которые Тебя будоражат И ты думаешь Почему оно В таком состоянии А не в другом Возьмись И усовершенствуй Это мучает нас Господь И еще вещь Что-то Что нужно Уметь Завершать Довести Довести Дело До конца Что-то Это Качество Творца Чтобы Придать Делу Завершенную Форму Некоторые люди Думают Вот возьмусь За дело Поделаю Немножечко Потом Ай ну брошу Как-то Ну надо Чтобы отстали Чтобы не трогали Как-то создать Вид работы Вид деятельности Но думай Не о виде деятельности О том Чтобы имидж Создать А думай О том Чтобы действительно Исполнить дело И чтобы дело Работало И после тебя И вот это И есть Завершенность И творец Создал Человека Над всей Своим Творением Для того Чтобы человек Продолжил Тот замысел Который Бог Замыслил Для творения И он Желал Чтобы человек Сотрудничал С ним С Богом В процессе Своего Жизненного Пути Аллилуйя Но как это Связано С почтением С темой Нашей проповеди Сегодня Прежде Чем мы Научимся Почитать Друг друга Нам нужно Научиться Почитать Бога Тот Кто не будет Уважать Бога Он не будет По-настоящему Ценить И уважать И человека Который Есть Божий Образ На земле Когда мы Приходим В дом Божий Что для нас Самое Ценое Здесь Что мы Должны Почитать В доме Господнем Самое Ценое Для нас В доме Господнем Это Сам Бог Его Присутствие Поэтому Когда мы Прославляем Господа И поклоняемся Ему Мы не разогреваемся Перед проповедью И не разминаем Себя Потому что Потому что Уже Обеденное Время И неплохо Было бы Уже Как-то Так И Подкрепиться Но так Как еду Здесь Не предлагают Есть музыка И как-то Можно эмоционально Себя Качнуть Нет Это Не связано С этим Поклонение В церкви Оно Направляет Наш взгляд И наше Сердце Все Что у нас Есть И наше Тело И нашу Душу И наш Разум И наши Чувства К Богу Оно Побуждает Нас Радоваться О Господе И поклоняться Ему С познанием Божьим И в этом Поклонении Происходит Общение С Богом Бога Общение И Господь Дает нам Свою Благодать Через это Аллилуйя Мы Прежде всего В Доме Господнем Мы почитаем И уважаем Его Самого Евангелие От Матфея 16 глава 18 стих Христос Говорит Я Создам Церковь Мою И врата Ада Не Одолеют Ее Церковь Создает Кто Христос Он Создал Церковь Он Создал Церковь И Он Главенствует В ней И некоторые Спорят Какая Церковь Самая Правильная Православная Католическая Протестантская Церковь Евангельская Церковь Какая Самая Верная Чтобы Мне не Ошибиться Я на самом деле Разбирался Серьезно К этому Вопросу Подхожу Потому что Я дорожу Своим Спасением Спасением Своей Души И для меня Это прежде Всего Сколько Там Нашей Жизни От 80 До 120 Библейский Мы можем Рассуждать Дай Бог Всем До 127 В силе В крепости С острым Здравезрением Ну или Как Бог Даст Но Тем не менее Прожить Максимум Того Что мы Можем Прожить На земле Создавая Максимум Того Полезного Что мы Можем Создать На земле Оставляя После себя Замечательное Наследие Которому Люди Будут Радоваться Которое Будет Благословлять Дай Бог Нам Прожить Много Но Что Дальше А дальше Включается Режим Вечности Сколько Это Вечность Там Где мы Будем Пребывать Вечно И для Меня Это Всегда Было Очень Ответственной Темой И для Меня Я Интересовался Серьезно Задавал Себе Вопросы Если Я буду Ити Путем Которым Ведет Меня Церковь Которую Я Стал Частью Достигну Я Жизни Вечной И у Меня Есть Ответы На Эти Вопросы Но К сожалению Я не Моя Возможности Сегодня На них Ответить И Вопрос Вопрос Определ Тебе 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 Будь Здесь Служи Господу С Радостью И Будь Верен Ему Аллилуйя Вопрос Не в том Кто Правильный А где Твое Место И Конечно же Христианская Церковь Она Базируется На Христианском Учении Которое Соответствует Символу Веры Переданную Нам Из Истории Церкви Мы Это Знаем Но Тоже Не Уделяем Сегодня Этому Внимание Итак Мы Говорим О том Что Христос Главенствует Своей Церкови И Он Создал Свою Церковь И Это Те Люди Которые Вошли В Завет Церковь Это Те Люди Которые Вошли В Завет С Богом Из Разных Народов Из Всех Народов Если До Рождения Церкви Если Ты Был Евреем И Иудеем То Ты Был Причастником Завета С Богом А все Остальные Нет То Благодаря Церкви Ее Рождению Из Всех Народов Люди Стали Частью Завета С Богом С Творцом А Завет С Богом Это Дело Серьезно Представь Себе Если Бо У тебя Была Какая Самая Крупная Компания Стабильная Компания В Болгарии Есть Экономическая Такая Стабильная Где Хотели бы Все Работать Есть Такая Или Нет Хорошо Microsoft Софт Или Что Нибудь Еще Есть Стабильная Компания Назовите Какую Нибудь Где Вы Хотели Работать Представьте Ладно Представьте Себе Что Самой Стабильной Компанией Мира У вас Есть Договор Соглашение О сотрудничестве Что Вы Сотрудник Этой Компании Которому Гарантировано Пожизненное Обеспечение Вот Вы Такой Специалист Классный И Вы Уже Попадаете В сону Такой Знаете Стабильности Уверенности В жизни Бог Гораздо Выше Всех Земных Компаний Гораздо Стабильнее Значит Лето Что Мы Не Проходим Трудные Времена Не Значит Но Бог Стабилен И Он Верен В своем Завете С нами Аминь И Христос Говорит Я Создал Церковь Свою И И Как мы Уже Сказали Что Мы Почитаем Присутствие Христа Прежде Всего И Его Главенство Но Христос Не просто Создал Церковь Он Ее Организовал То есть Он Придал Ее Определенную Форму И Порядок А Как Это Давайте Мы Откроем Послание Ефесиным 4 главу И Прочитаем Это Как же Христос Организует Свою Церковь Ефесиным 4 Стихи 11 И 12 И Он Поставил Кто Он Иисус Одних Апостолами Других Пророками Иных Евангелистами Иных Пастырями И Учителями К Совершению Святых На дело Служения Для Созидания Тела Христова Аминь И Вот Посмотрите Что Делает Христос Он Не Просто Создал Церковь Он Придал Ей Определенный Порядок И Поставил В ней Определенные Авторитеты Современный Мир Он Борется И стремится Разрушить Любые Авторитеты Которые Основаны На Божьих Повелениях И на Божьем Действии Современный Мир Стремится Разрушить Абсолютно Все То Что Созидал Бог Или Строил Бог Это Его Желание Стремление За Которым Стоит Враг Нужны Ли Человеку Авторитеты Нужны Ли Они Ему Мир Без Авторитетов Он Погружается В Хаос Мир Настраивает Свои Собственные Стремится Утвердить Свои Собственные Авторитеты А что Это Такое За Авторитет Авторитет Собственного Человеческого Мнения Я Сам Хочу Решать Что Для Меня Хорошо Что Для Меня Правильно Что Я Буду Делать Я Сам Хочу Давать Себе Оценку Какой Я Молодец Или Какой Я Вдвойне Молодец И Поэтому Муж Может Наорать На Жену И Абсолютно Не Чувствовать Угрызения Совести На детей Абсолютно Не Чувствовать Что Он Виновен В чем То Потому Что Он Сам Себе Авторитет И Когда Кто-то Пытается Призвать Его К Порядку К Определенному Конструктивным Переменам В его Жизни К Действиям Которые Бы Не Разрушали А Строили Что Человек Чем Он Что Он Говорит Он Говорит Извините Это Мое Личное Дело Я Сам Буду Решать Или Он Говорит Как Иногда Я Слышу А что Вы Пасторы Вы Без Греха Человек Задает Вопрос А я Задаю Другой Вопрос А почему Вы Об этом Спросили Какая Природа Вашего Вопроса Разбирались Ли Вы С этим Без Греха Ли Я Как Пастор Когда Мы Говорим Или Ведем Речь О Вашей Жизни От Необходимых Изменениях О Необходимости Привести Себя В порядок И в Соответствие С Божьим Словом С праведностью Божьей И Божьим Путем Почему Вы Задаете Этот Вопрос Вы Хотите Что Сделать И Когда На поверку Выходит Оказывается Человек Если Его природа Такая У человека Если Я Нашел Недостаток В ком-то Другом Так Я Вроде Б Как Вы Сам И Не Виноват Если Я Нашел Недостаток В ком-то Другом Авторитете Который Призывает Меня К Изменениям То Вроде Б Как Я Сам Уже И Не Сильно Нуждаюсь В Переменах Нет же Извините Все равны Все люди Братья Должны Любить Друг 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 И Ни В коем Случа Друг 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 Не Огорчать Но Извини Если Писание Говорит Нам И Павел Говорит О том Что Я Огорчил Некоторых Из Вас Но Это Произвело Покаяние И Изменение К Жизни Нам Нужны Авторитеты Через Которых Мы Не Говорим Которые По Своему Произволу Потому Что Бог Говорит Следующее Что Цель Этого Служения Столпов Авторитетов Церкви Это Привести Нас К совершенству К совершению Святых На Дело Служения Не То Чтобы Люди Бы В церкви Я сам Пастор Больше Двадцати Лет Но Не К тому Чтобы Люди Делали Что Я Хочу И Мне Служили А Чтобы Я Мог Им Послужить Чтобы Они Стали Более Годными Христу Чем Были До Того И Для Этого Бог Наделяет Служителей Духовной Властью Аллилуйя Он Наделяет Этой Властью И Когда Мы Почитаем Не Просто Человека А Бога Его Действия В церкви Через Людей Поставленных Им Мы Имеем Божие Благословения Иногда Мне режет Слух О том Как люди Обращаются Бывает К своим Пастырем Я помню Человек Епископ А кто-то Его Имя Вениамин И кто-то Из людей Называет Его Веня Эй Веня А человек Епископ И ты понимаешь Что Нет понимания Авторитета И почтения К дару Божьему Хочешь От Вени Получить Получишь От Вени Хочешь От епископа Получить Получишь От епископа И написано Что кто Принимает Пророка Во имя Пророка Получает Что? Награду Пророка И поэтому Нам важно Вот замечать Эти вещи И с почтением Относиться К Богом Поставленным Авторитетом Иначе наша Жизнь Она погрузится В хаос Как и этот Мир И нам нужно Периодически Пропалывать Свой разум Своё сердце Для того Чтобы оставаться На Божьих Путях Аминь Слава Господу Иисусу Христу Еще немного Потерпите Я закончу Итак Что для нас Важно Увидеть Что мы Божьи люди И мы Заинтересованы В том Чтобы быть Воспитанными Богом Богом И направляем Им Направляем От Бога И для этого Нам Необходимо Понять Что мы Нуждаемся В разных Людях В разных Людях Если мы Хотим Чтобы наша Жизнь Была в балансе То Вот простая Схема Которую Я вам дам Буквально Нарисую В воздухе Вот здесь Вот я Вот вы Как человек И очень важно Чтобы у вас Был Человек Авторитетный Лидер Обычно В поместной Церкви Это пастор Выполняет Эту роль Который Был 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 Вашу Жизнь Направлять Который Был 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 Уровень И Человек Не хочет Делать Следующий Шаг Это Напоминает Историю Может быть Вы знаете Из жизни Орлов Когда Орлица Она Учит Своих Малышей Летать Она Начинает С чего Она Начинает С того Чтобы Гнездо Сделать Неудобным Она Начинает Его Ломать И Маленькие Орлята Они уже Не могут Тому сидеть Она Подталкивает На край Гнезда А потом Выталкивает Из него Чтобы они Как это Работать Крыльями И вот Жизни Многих Из нас Мы приходим В застой Потому что Нам говорят Видение Знаете Нам говорят Цель Что впереди Лучше А зачем Нам то Что впереди Лучше Если здесь Хорошо И Бог Бывает Делает Нехорошо Здесь Когда мы Уже Укоренились Окопались Спрятались И Мы Вполне Себе Респектабельные Люди Нам Все Хорошо И Бог Начинает Делать Какие-то Вещи Для того Чтобы Подтолкнуть Нас Двигаться Дальше Мы видим Это Библейский Пример В деяниях Когда Апостолы Сидели В Иерусалиме И окопались Там Пробуждение Пошло Такое Что просто Ни на что Не было Времени Три тысячи Народа Покаялась Ими же Надо было Заниматься Столько Заботы Столько Дел Всяких И тут Господь Видит Что точно Закопаются И началось Гонение То есть Начались Гонения И Это Место Стало Неудобным Для того Чтобы Оставаться Христианином Но Божий План Распространения Его Миссии Он Реализовывался Не всегда Можно Понять Божьи Действия Особенно Если Не смотреть На то Что хочет Делать Бог И поэтому Может быть Подумая Своей Жизни Если Ты в том Месте Когда Тебе Все Классно Все Хорошо Но Что-то Начинает Быть Неудобным Может быть Господь Обращает Твое Внимание Что Нужно Что-то Дальше Но Нам Нужен Человек Который Мог бы Бросать Нам Вызов Амин Нам Нужен Человек Который Мог бы Чему-то Нас Призвать И Мы знаем Что В церкви Как я уже Сказал Эту функцию Обычно Выполняет Пастор Церкви Кто нам Еще нужен Нам Нужны Люди Равные Равный Коллега Профессионал Который Бы Мог В сфере Нашей Деятельности Или Он мог Бы Нам Помочь Как Равный У которого Мы могли Научиться И который У нас Бы Мог Научиться Нам Нужны Еще На одной Стороне Друзья Люди Которые Были Бы Как Равными Нам То есть И с которыми Мы можем Иметь Общение И церковь Все это Предоставляет Нам И Также Нам Нужны Люди Которые Своего рода Как Тимофей Который Следует За нами Которого Мы Наставляем Для Которого Мы Учим Которого Наставником Являемся Уже Мы Итак Еще раз Нам Нужен Апостол Павел Который Б Мог Стать Для нас Авторитетом Призвать Нам Нужен Варнава Который Наш Коллега И Он Может Мы Можем Как-то Взаимодействовать На равных Нам Нужен Сила Друг С товарищ Сотрудник Собрат И Нам Нужен Тимофей Которого Мы Могли Бы Наставлять И Если Вот Такие Люди В нашей Жизни Есть Наша Жизнь Приходит В баланс И В То Движение Которое Итак, мы говорим о почитании действия Бога через Его дары, через Его поставленных служителей, но есть еще один уровень почитания в Доме Божьем, почтение в Доме Божьем, это почтение друг друга, скажи друг друга, посмотри на кого-то рядом сидящего с тобой, посмотри на кого-то рядом, и вот этот человек, которого Бог соединил с тобой, который тоже тебе очень нужен, и его нужно почитать. Он не просто приятный человек, он Божий дар. Давайте мы откроем первое послание Петра, 4 главу, с 8 по 9 стих, и мы с вами прочтем это местописание. Более всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг к другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. И вот смотрите, с чего начинает Петр, он начинает с любви, он начинает с братолюбия, он говорит, принимайте друг друга, он начинает с отношения, ценности, принятия. И затем он приводит нас к тому, что, друзья, посмотрите друг на друга и служите друг другу тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной Божьей благодати. Каждый из нас, человек в церкви, он является даром Божьей благодати. И поэтому, когда мы смотрим друг на друга, на Антона, его прекрасную супругу, прекрасных пасторов, Андрея, Наталью, на каждого из нас, мы не просто хотим видеть, что мы милые люди и приятные, мы хотим видеть дары Божьи. И если я уважаю, почитаю друг друга, как дар Божий, а не просто как человека, который проблемы создает. Опять он, опять же, опять с вопросами. У нас один обращенный в церкви, он всех вопросами достал. Он до епископа подошел, у него куча вопросов. Ну, когда тот появлялся, я имею в виду, он к нему сразу, у меня к вам есть вопрос, сколько у вас есть времени? И он столько вопросов задает. И это интересно, человек интересуется, ему нужно служить, ему нужно отвечать. Но этому нужно уделить время. Если ты живешь по принципу цыгель-цыгеля и люлю, быстренько-быстренько все закончилось, побежали, то у тебя нет времени почтить дар, который Бог наделил нас, одарил церковью. Посмотри еще на ближнего, посмотри на друг друга. И представь себе сейчас, что это не просто человек, которого ты знаешь, а это удивительный секрет. Потрясающий секрет, который сокрыт Богом, вложен Богом в жизнь, в сердце этого человека. И Бог через Него что-то готов делать, действовать той мерой благодати, которая нам необходима. Многоразличная Божья благодать. И благодать Божья, она связана с действием Бога, Христа. Некоторые задают вопрос, а как Христос проявляется у вас в церкви? А вот так и проявляется через Его благодать, которая открывается через дары членов церкви. И представляешь, что сегодня тот человек, который надоедал тебе вчера вопросами, он может стать источником, проводником Божьего ответа, Божьей благодати для твоей жизни. Я помню, когда-то людей новообращенных в церкви, который не так давно в вере наставлял, говорил им какие-то слова, и спустя несколько лет человек возвращал мне фразу, которая становилась для меня ключевой. Это же вроде бы мои были слова, но он их усвоил, он их передал, и это послужило и для меня самого в благословении и в радости. Давайте будем почитать Бога в церкви, в которой Он поместил у нас. Почитать Христа, почитать тех людей, которым Он доверил управление церковью, как дар Божий, относиться к ним с уважением, ведь Бог через них созидает что-то, созидает важные вещи. Давайте будем почитать друг друга и уважать друг друга, как дары Божьи. И пускай Христос, Он во всем явится, и пускай Он во всем прославится, и пускай наша радость будет совершенной, пускай, когда призыв идет в дом, пойдем в дом Господень, Он будет для нас призывом радости, а не угнетения. Почему я снова должен туда идти? Да, идем, идем. Да, мы снова и снова хотим встретиться. Да, мы снова и снова хотим друг другу послужить. Аллилуйя. Я хочу вас призвать сейчас к молитве. И давайте мы обратимся в Откровение в 22 главе. В 11 стихе сказаны следующие слова. «Праведный, пускай, еще делает праведность, да, дотворит правду еще, и святый доосвящается еще». Пускай кто хочет делать нечестие и упирается в этом, пускай он еще делает нечестие. Но мы с вами люди, призванные Христом, для праведной жизни, для святости. И давайте сегодня мы с вами помолимся. Если ты помнишь, что ты уничижал чей-то дар и проявлял непочтение к присутствию Бога, или проявлял непочтение к Божьему служителю, или проявлял непочтение, или уничижал в своем сердце кого-то из людей в церкви, покайся сегодня перед Господом. Скажи, Господи, прости меня. Я не знал каких-то вещей. Я не придавал им значимости, внимания. Я упустил твое действие, может быть, из-за этого в чем-то, что ты и в моей жизни хотел сделать. Прости меня. Но сегодня я принимаю решение с уважением и почтением относиться к твоему присутствию в церкви, к тем людям, которых ты поставил служителями, к тем моим братьям и сестрам, с которыми ты соединил меня. Покажи мне, для кого я могу стать другом, для кого я могу стать наставником, кого я должен послушаться. Покажи мне, с кем ты соединяешь меня, для того, чтобы мы вместе могли делать служение тебе. И давайте мы помолимся, братья и сестры, и давайте мы помолимся, чтобы Бог благословил нас, осветил нас и сделал нас крепче. Аминь. И давайте мы встанем, будем молиться. Господь и Отец, мы поклоняемся тебе. И мы благодарим тебя, Дух Святой, за твое присутствие здесь с нами. Господь, ты созидаешь свою церковь. И мы благодарим тебя, что ты своей кровью обрел эту церковь. И она не в руках человеческих, она в руках твоих. Господь, она не под просто каким-то главенством и диктатом человека, Господь, она под главенством Твоим. И мы все со смирением приходим к Тебе. Господь, и мы провозглашаем Твое царствие здесь. Мы, Господь, смиряемся перед Твоей благой, угодной и совершенной волей, и перед тем, что Ты делаешь в нас, и через нас, и для нас. Господь, мы смиряемся перед Твоими повелениями, Господь, и Твоими поручениями. Господь, мы воздаем славу Тебе. Мы благодарны Тебе за пасторов, за служителей, лидеров, которых Ты призвал и наделил определенной духовной властью для осуществления служения, чтобы совершать святых на дело служения. Господь, мы молимся Тебе, Дух Святой, прости и очисти наши сердца, когда мы позволяли себе, может быть, какие-то пренебрежительные высказывания или отношения уничижения по отношению к пасторам, служителям, которые призывали нас, Господь, жить на основании Божьего Слова. Господи, привести Свою жизнь в порядок. Прости, если мы, Господь, стремясь возвысить в Себя свое собственное мнение и наши желания уничижали те авторитеты, которые Ты поставил для того, чтобы направлять нас и воспитывать нас и формировать нас по замыслу Твоему. Господь, и мы, будучи служителями, мы молимся, Господь, со смирением, ведь это не наши люди, мы не умирали за них на кресте, не проливали свою кровь, это люди Твои, Господь, которым Ты призвал и поставил нас служить, Господь, чтобы совершить их на дело служения. Благослови, Господь. И я благодарю Тебя во имя Иисуса Христа, Господь, и мы благодарим Тебя за всех людей, Господь, которым Ты поручил нам служить, с которых Ты соединил нас, всех наших братьев и сестер, членов церкви. Прости, если мы о ком-то сплетничали, прости, если кого-то мы в своем сердце уничижали и развешивали ярлыки, Господь. Мы почитаем друг друга дарами Божьими. Господь, благослови нас с радостью, с вдохновением. Служи друг другу, Господь, и служить Тебе. Благослови эту церковь, Господь. И Дух Святой, я благодарю Тебя за Твою потрясающую, удивительную и многоразличную благодать, которой Ты щедро обогатил нас и наделил нас во Христе. Тебе, всемогущему Богу, Который может сделать гораздо больше того, о чем мы просим и думаем, да будет вся слава во имя Отца Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Аминь.